Что приготовить на обед? Сегодня я приготовлю одно из тысяч, а может быть и больше, блюд из картошки. Это быстро, это дёшево и, поверьте мне, очень и очень вкусно. Для тех, ведь не все хотят худеть, многие хотят ещё и поправиться. Для них это стопроцентное блюдо. Ну и кто любит, конечно, вкусненько поесть, как я? Я люблю вкусненько, чтобы было жирненько. Ну, я любитель поесть. Для таких, как я, которые любят покушать, я это блюдо готовлю ежедневно. Что я беру? Я для начала поставлю сковородочку, чтобы она мне нагревалась. Вот такой кусочек мяса. Это даже не мясо, это такое сало с такой прожилками мясо. Вот такой кусочек свининки, маленький кусочек. Что я сделала? Я вначале это мясо, ну, может быть, это как не маринад, то есть я беру, делаю такой насыщенный солевой раствор и опускаю это мясо в этот насыщенный солевой раствор. И оно у меня вот стояло в сутки, в холодильнике, естественно. Значит, там вода и соль, и больше ничего. Вот оно постояло, я его как вот сейчас, вот видите, вынула. Немножечко как бы оно проветрилось, ну, влага. Я убрала влагу салфеточкой, да. И теперь нарезаю. Нарезаю вот такими небольшими кусочками. Вот. Это не сало чистое, потому что сало чистое, оно топкое. Это один из рецептов, да, вот как я готовлю картошку. То есть это может быть и мясо, правильно, и все остальное. Может быть чистое сало. Но в данном случае я вот взяла вот такое, это даже не подчеревок, но вот это такое сало с прожилками хорошего мяса. Вот это вот весь кусочек я нарезаю. Сейчас сковородочка нагреется хорошо. Если, допустим, кто-то любит более жирненько, да, то можно, естественно, добавить еще подсолнечное масло в сковородочку. Даже некоторые рекомендуют, что нужно немножечко налить в сковородочку подсолнечное маслице, а потом добавлять даже, когда сало поджариваешь. Ну, это, я думаю, это на любителя. Ну, вот, вот я нарезала эти кусочки и выкладываю в сковородочку. О! Выкладываю так вот одним слоем, чтобы она была хорошо. Точит. Дорежу еще вот это. Вот это еще дорежу сейчас все. В общем, вот этот кусочек я нарезаю полностью. Так, чтобы желательно покрыть все донышко. Видите, оно такое жестковатое, даже я бы сказала. Но поверьте мне, что когда оно приготовится, во-первых, оно не будет чувствоваться, и будет мягкое, хорошее и вкусное. То есть, это мясо солененькое, так? Сальцо, мясо. Вот я хочу тут показать, какое оно. Так, покуда там все жарится, я крупно нарезаю картошку. Значит, перед этим картошку я почистила, помыла. И видите, она такая немокрая. То есть, на полотенечке я ее просушила. Значит, вот такая большая картошка, да? Вот я режу одну, две, три дольки. Вот одна долька, две и три. А поменьше я режу на четыре части. Вот, ну здесь можно еще сделать, да? Видите, вот такие большие-большие кусочки картошки. Можно вот это перемешать, можно не мешать. Вот я, допустим, выкладываю, не перемешивая, вот оно там с той стороны обжарилось, да? И сверху я теперь выкладываю картошку. Выкладываю картошку. Накрыла крышкой на пять минут. Огонь я не уменьшаю. Вот так вот, какой он был у меня сильненький, такой огонь и есть. Через пять минут, через пять минут, я вот так вот по краю добавляю чуть-чуть водички. Все, и накрыла. Минут десять, пускай оно вот так вот жарится. Там достаточно водички. Жарится, парится. Прошло десять минут, я снимаю крышечку. И теперь перемешиваю аккуратненько. Огонь я не убавляю. И еще минут пять под крышкой, вот так вот чуть-чуть ее приоткнула дырочкой, еще минут пять пусть на потомец. Так, вот еще прошло пять минут, и в общей сложности, это было 15 минут, да? Я еще раз перемешаю, и больше сковородочку я не закрываю. Чуть-чуть можно уменьшить огонь, чуть-чуть, так-то-то, да? Как вам видно, жидкости, которую я наливала, уже ее нет. Вот сейчас эти дольки будут, дольки картошечки будут обжариваться. Что я хочу сказать, это действительно будет очень-очень вкусно, поверьте мне. Значит, я соль не добавляю и перец не добавляю по вкусу, кто любит соль, конечно, нужно подсолить, подперчить, можно даже добавить еще лавровый лист, но я этого не делаю. А вы по вкусу можете это все сделать. Во-первых, ну вот смотрите, жира уже здесь, ну такого как бы и не было, нет. Вот теперь, ну картошка в течение 20 минут, 25 минут, она будет готова. Это картошка старая, с молодой картошки уже по-другому все готовится. Старая картошка, вот самая вкусная, как бы и пюре уже она немножечко не то, да, в пюре. Ну это типа как жаркое, не жаркое, жареное, не жареное, пареное, не пареное. Но поверьте, картошечка очень вкусная, часто обжарится и будет еще и очень красивая. Как я говорю, с картошки можно приготовить, наверное, тысячу блюд. Вот это один из тех простых способов, то есть, конечно, вы сейчас скажете какие-то недостатки, что-то я не положила, что я не так сделала, но поверьте, что этот способ, он очень простой, легкий. Единственное, что, конечно, эту картошку нельзя как бы бросать, потому что если мы забудем, то обычно когда жаришь, тоже нельзя бросать. Вот это все, эта картошечка, она прямо как сахарная становится, мягкая, нежная, и в то же время корочка. Но это вот она очень и очень вкусная. В чем особенность тем, что я ее жарю на большом огне под крышкой, и поэтому практически 15 минут, и она уже практически готовая. Просто я вот этих еще додаю 10, ну максимум 15 минут, это много, если я там, и чтобы была вот эта корочка. Вот, как бы уже чисто эстетически, кто любит корочку, тогда она будет, ну, красивее. И она жарится очень быстро, максимум 20-25 минут. Полчаса уже даже будет многовато. Ну вот я еще разок, легонечко так переверну, корочка уже образовалась, я плиту выключаю, и сейчас буду перекладывать в тарелочку. Вот я легонечко выкладываю на тарелку. Кусочки красивые, ровненькие. Видите, никакого жира в сковородке, никакой жидкости, ничего такого нет. Немножко не с руки выкладывают. Но вот видите, блюдо очень красивое, оно понравится не только вам, оно понравится и тем гостям, которые к вам придут. Вот, просто, легко, быстро, красиво. Что я подам к этой картошечке? Значит, я подам свою зелень, это на моем балконе я выращивала лучок, да, и подам огурчики солененькие. Вот пару секунд я еще задержусь насчет огурчиков. Это соленые огурцы, которые зимние огурцы. Вот для того, чтобы они стояли в таком виде, чтобы не заплесневели, я банку открыла, да, и потом добавляю чуть-чуть горчичного порошка. Вот, и они у меня стоят в холодильнике, могут и неделю, и две, потому что, ну, что я банку не съем, правильно. Но они не плесневеют, и рассол чистенький. Вот я, правда, не пробовала как на вкус, но огурцы, огурчики изумительные, изумительные огурчики. Хрустят. Класс. Вот, а картошка, ну, это моя болезнь. А когда у меня же такую картошку, я бы ее ела, ела. И ела бы. Приятного вам аппетита. Я желаю вам удачи. Попробуйте, сделайте. Ой. А еще... Ну, ладно, ничего не буду больше говорить. До здоровья. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Кулакова Корректор А.Кулакова